Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии неотъемлемая составляющая существования проекта. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить, нам нужен прорыв. Ну и теперь коронавирус-сводка. Она достойна того, чтобы порадоваться. В стране за сутки прирост новых случаев минимальный за полтора месяца, меньше 8 тысяч. Рекордный скачок оптовых цен на бензин уже заставил расти и стоимость топлива на российских автозаправках. Копеек на 20, наверное, на 30. Где у кого как? Конечно, будем экономить на чем-нибудь другом. Ездить меньше не будем, потому что это жизненно необходимо, я бы сказал. Будем страдать. Нужно добиться прорыва, именно прорыва. Информационный шумиху спровоцировал участие города в акции «Спасибо врачам». В местном издании написали, что администрация Бузулука в этом вопросе отличилась и не в лучшую сторону. Дескать, разместили слова благодарности в адрес-медикам рядом с городским кладбищем. Но в качестве подтверждения показали как раз такие снимки. Выглядит, ну, мягко говоря, неоднозначно. Меня, конечно, удивило чувство юмора тех, значит, товарищей, кто это размещал, этот баннер. Неужели нету, ну, других мест, чтобы это разместить? Нам необходим настоящий прорыв. По данным источников известий, в правительстве вернулись к дискуссиям о возможности введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Сейчас ставка общая для всех – 13%. Однако сторонники прогрессивки предлагают ее увеличить на 2%. Полученные средства планируется направлять первую очередь на увеличение социальных расходов государства. Вот теперь заживем. Говорил о необходимости прорыва. Срочное сообщение в эти минуты приходит из Якутии. Там обрушился единственный в районе мост через реку Агдары. Эти кадры мы получили только что. Прорыв в будущее. Только вот, например, для жителей одного из районов Астраханской области этот совет невыполним. Несмотря на 40-градусную жару, в их домах воды просто нет. У здания администрации забралась лишь малая часть населения Нижнего Баскунчака – почти 3 тысячи человек. В таком же положении еще два поселка. Хотя всего пару дней назад, казалось, все изменилось. Приехал местный министр ЖКХ. И резервуары внезапно наполнились. Когда он приехал сюда, вода появилась. Вода появилась. Вода шла. И вода, я вам скажу, шла таким напором, которая никогда к нам не приходила. Министр ЖКХ уехал отсюда, и вода исчезла. А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! В Москве разбираются в обстоятельствах вопиющей истории, когда абсолютно здоровый мужчина получил шесть штрафов за нарушение карантина в связи с коронавирусом. Без ковид виноваты. Сергею Францеву приходят штрафы за нарушение карантина, но он здоров и никогда не болел коронавирусом. Москвич проходил КТ и делал тесты. Судя по результатам, вирус обошел его стороной. Через неделю ко мне в дом пришел участковый, и участковый заявил о том, что камеры, которые установлены либо около подъезда, либо где-то еще, зафиксировали нарушение моего соглашения, и он пришел для того, чтобы вынести постановление. А потом Сергею одно за другим стали приходить письма счастья. Штрафы за поездки на машине. Городские камеры его фиксировали как нарушителя карантина. Тогда он позвонил в клинику, где проходил обследование. Выяснилось, москвич по ошибке попал в базу зараженных коронавирусом. Извинилась за то, что предоставили мне неудобства, и также они запросили у меня, чтобы я сфотографировал для них постановление, которое было у меня на руках. Совершенно без задних мыслей, конечно же, я сфотографировал это постановление и отправил им. Казалось бы, этот звонок должен решить недоразумение, говорит Сергей, но дальше сюжет этой странной истории только начинает закручиваться. Чтобы оспорить штрафы, он попросил в поликлинике справки о том, что он не болен. И только тогда он понял, в чем дело. Вместе с отрицательными результатами теста ему выдали копию добровольного соглашения о карантине. Но, по словам Сергея, он его не заполнял и тем более не подписывал. Вот как я пишу и как здесь написано. Валяйте внимание, что какая здесь роспись и как расписываюсь я. Сергей далеко не первый за три месяца ошибочных штрафов накопилось немало, говорят правозащитники. Если вы попали в базу данных, нельзя пускать все на самотек. Иначе штрафы будут приходить снова и снова. Мы попытались поговорить с руководством поликлиники, где начались все проблемы Сергея Францева. Сейчас она работает в закрытом режиме. Стой, извините. Сегодняшний день показывает, что качество медицинской помощи выше намного, чем в Соединенных Штатах Америки. В 7,6 раза меньше смертность. Друзья мои, но мы должны это признать и сказать спасибо врачам, президенту страны. Он круглосуточно занимается вопросами спасения жизни и оказания помощи людям. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Обеспечивают безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает. Это об устройствах, которые установлены в резиденции Владимира Путина в Новоогореве, а также в Кремле. Как стало известно, каждый, кто собирается на личную аудиенцию к президенту, должен сначала пройти через дезинфекцию в специальном туннеле. Ну и, конечно, исчерпывающая информация и о главном параде страны на Красной площади. Его 24 июня в прямом эфире покажет Первый канал. Самые лучшие кадры, необычные ракурсы, мельчайшие детали, эффект полного погружения. Это нужно видеть обязательно. Сегодня день, которого ждали. В Москве ночная репетиция парада в честь юбилея победы. Кирилл, здравствуйте. В этой колонии много техники, которые впервые участвуют в параде. К примеру, это танк Т-90М, он же прорыв. 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 Посмотрите, теперь он больше похож на танк Армата, особенно по этой башне. Появилось и много таких небольших новшеств. К примеру, вот это специальное покрытие, которое не позволяет вражеской технике прицеливаться лазером. Ну а военные это покрытие любят хотя бы потому, что оно просто не скользит, нужно спокойно ходить по броне. Остановитесь! Самые достойные граждане зовут голосовать за поправки в Конституцию. Владимир Соловьев среди них. 26% населения проголосовало заранее. Явка здесь всегда стопроцентная. В дни голосования военные несут боевые вахты попеременно, чтобы высказать свое мнение могли все без исключения. Да, конечно, интересно, потому что некоторые считают, что это бесполезная вещь, но я же считаю, что это как-никак мой голос, и он внесен в общую картину нашей страны. Далеко живем, для нас каждое какое-то изменение, событие, даже свежий человек в деревню приезжает, это уже радость какая-то. За полный рабочий день удается посетить всего пять участков общей численностью в 60 человек, но даже ради одного голоса избирательные комиссии готовы преодолевать сотни километров. Предстоящее голосование по поправкам обрастает все большими скандалами. До этого приходили сообщения о том, что бюджетников массово принуждают регистрироваться на госуслугах и призывают их голосовать дистанционно. Помимо этого приходили сообщения о том, что и в частных компаниях, например, в крупном застройщике в ПИКе, также людей принуждают регистрироваться. Ну а сегодня настоящий сенсацию нам привез Антон Баев поправки. На продажу регистрация 75 рублей. Голос за 50. Такое заманчивое предложение мы получили сегодня и, конечно, не смогли им не воспользоваться. Антон Баев выехал на место в выдаче сим-карты и тут же получил инструкцию, как голосовать и за кого. Естественно, за поправки. Подробности обсудим с ним. Антон буквально несколько минут назад вернулся в редакцию. Рассказывай. Очень интересно. Да, Володь. Буквально только полчаса назад залезал в редакцию с Первомайской. Там я получил целый пакетик симок. Вот такой вот симпатичный. Там их 25 штук. Вот они тут все. Вот каждая такая симка. Это одна регистрация на Мосру и госуслугах. Собственно, за регистрацию платят 75 рублей. За голос 50 рублей. Иногда симка может не пройти. Меня об этом предупредили. Но в любом случае мне заплатят за регистрацию. А голос уже как получится. Собственно, давай перейдем к кадрам моей, так сказать, контрольной закупки. Вот так это происходило в Измайлове. Собственно, полностью инструкцию. Чего-то позже будет аккаунт. Google вообще вообще вообще. Вот. И, в принципе, вот. Полностью. Сначала просто прочитать инструкцию. В принципе, ну, я не скажу, что это делается там за часа два. В принципе, то есть такая работа. Вот. В принципе, то есть регистрируем сим-карты. Если там не выкидываем сим-карты со временем. То есть мы будем проголосовать и понимать, да, все это. В принципе, все в инструкции написано. Если какие-то вопросы возникнут, либо мне, либо Олегу на них спешите. В принципе, по плате сейчас я, ну, все распишу. Мы уже сим-карты дали. Мы сейчас чуть позже. Сейчас все решается. Ну, то есть там нет смысла обмануть. Там где-то 3000 рублей, там важно работать. Там в течение суток проходит логификация о том, что ты голосуешь. И это отображается, ну, ты там фотографируешь либо телефонскую штуку, либо компьютер, да, чтобы мы видели, да, что ты проголосовал. Вон столько все, короче, будет. Да, 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 конечно, все прописано. Если вы готовы там, понимаете, что вы там быстро сделали, да, то есть мы, он тебе говорит, что это в среднем статистически, что человек где-то делает 20-30 в день. У нас есть человек, который делает 50 в день, но он уже на протяжении там 3-4 месяцев в связи с карантином, да, он уже работает, он отработал эту практику. Понятное дело, что он не 20, ну, не 50, не сразу же начал делать. Крепкие парни больше напоминают, на самом деле, любителей воркаута, чем политтехнологов. Но у меня есть вопрос. Для того, чтобы зарегистрироваться на МОСРУ, на госуслугах, ведь нужны какие-то данные того человека, за которого ты регистрируешься. Откуда их брать? Да, это самое интересное. Данные мне пообещали прислать отдельным файлом, будет создан отдельный аккаунт на Google почте, там мне дадут целую кипу этих, ну, собственно, 25 симок, 25 разных аккаунтов. Пока я их не видел, я надеюсь, этот сюжет ребята не посмотрят, и все-таки мне эти данные пришлют. Вот если мы не сделаем этот порыв, в этом вся суть. Мы тогда, вот мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, понимаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова